Приветствую вас. Ну, совершенно очевидно, Ивана, что у вас имеет место быть отрицанием своего пола, у вас имеет место быть какое-то такое, вот, отвращение, да, к тому, что вы женщина, вот, к всему женскому. И, вы знаете, я бы не сказал, что это прям похоже на то, что вы чувствуете гендерную дисфорию, я бы сказал больше, что это, вот, просто отрицание своей женственности, отрицание своей сексуальности, вот, и стыд. То есть, вот, есть ощущение, да, все основания полагать, что вы именно стыдитесь, вы именно стыдитесь себя, именно стыдитесь своего тела, стыдитесь своей сексуальности и прочее. создавалось это именно что-то постыднее, вот. Не знаю, конечно, всех тонкостей, как правило, подобные вещи формируются в детстве, вот, но я могу сейчас, с уверенностью сказать, что это стыд, это стыд, и вот, именно, именно, консекции стыда, на мой взгляд, следует рассматривать данную вашу проблему, вот. В контексте детско-родительских отношений следует рассматривать вашу проблему, в том смысле, что, вполне может быть, именно, отец, ваш, как-то, вот, подавлял, вашу сексуальность, не хотел, чтобы она была, не особенно, не особенно, он этого не хотел, он это делал не специально, если делал, он это делал не специально, вот, но, тем не менее, это случилось, вот. И, соответственно, соответственно, нужно вам разобрать, и то, чего вы следите, и то, какие у вас отношения с папой в детстве были, какие у него отношения были с мамой, вот, насколько, насколько они были адекватными, да, насколько они были гармоничными, и дальше уже можно будет, о чем-то говорить, дальше уже можно будет, какие-то рекомендации вам давать. Что касается того, что вам не хватает внимания, и того, что вам тяжело общаться с людьми, то я полагаю, что здесь имеет место быть отсутствие собственной значимости у вас, то есть, вот, ну, отсутствие ощущения, что вы делаете что-то важное, что-то ценное, да, что-то значимое, с одной стороны. С другой стороны, это, вот, непринятие себя, оно, конечно, мешает, но мешает вам общаться с людьми, потому что необходимо раскрывать что-то людям, необходимо доверять людям, а чтобы доверять людям, нужно доверять себе, а себе вы не доверяйте, вот, поэтому здесь все, как бы, мне кажется, вытекает одно из другого, да, сперва вы разбираете своих ощущений, сперва вы разбираете своих чувств, а сперва вы принимаете себя, а дальше уже общаетесь с людьми так, как вам этого хочется. На этом все, надеюсь, что помог вам, если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, я желаю вам всего самого доброго и удачи.